Данное видео мой личный отзыв о моей недавней покупке наушников Blitzwolf модели ES1. Данная модель является самым бюджетным вариантом приобретения среди всей линейки наушников Blitzwolf, как проводных, так и беспроводных. С характеристиками данной модели и полным описанием технических особенностей можно ознакомиться на официальном сайте, на официальной странице данного товара на сайте Алиэкспресс. Прозиционируются они как графеновые наушники со встроенным микрофоном. Динамический диапазон данных наушников составляет звучание от 20 Гц до 20 кГц. Длина кабеля 1,20 мм и чувствительность 102 дБ плюс-минус погрешностью на 3 единицы. Импеданс 30, диаметр динамика 10 мм. От себя производитель предоставляет гарантию в 18 месяцев. На тот момент времени, когда я старательно откладывал деньги на то, чтобы приобрести эти наушники, на тот момент времени я искал что-то такое, что я слышал раньше в других наушниках, но не слышал в тех, которых слушал до этих. Меня интересовал звук, обладающий глубиной, детальностью звучания. Я раньше часто очень пользовался моделями наушников Sony, и Sony в принципе давали такой уровень качества. А сейчас что-то они разошлись на бабки, и уровень качества у них очень сильно упал. Вплоть до того, что двое последних наушников, одни я слушал в магазине, а вторые я, к сожалению, купил, потому что их нельзя было слушать в магазине. У них был дефект сборки, это звук в мембране, трещание было такое, когда раскачиваешь наушники на низких частотах, они начинают очень сильно дребезжать, и это прям слышно. Вот. Но к тому времени, как этот дефект уже точно обнаружился, гарантийный срок на их сажение истек, поэтому вернуть их уже было нельзя. Ну, пришлось слушать. Вот. Мой запрос был найти наушники такие, которые обладали бы глубиной звучания. От различных блогеров в интернете я слышал отзывы и рекомендации, что BlitzVault делает очень качественное звуковое оборудование. И меня эта информация заинтересовала и зацепила. Соответственно, я делал свой выбор либо товара производства бренда Xiaomi, таких как HD Pro или Piston, либо между моделями BlitzVault. Я решил, не знаю, по какому-то наитию, по какому-то своему желанию попробовать, конечно, бренда BlitzVault. Вот. Соответственно, сделал заказ, пришел он чрезвычайно быстро. Среди всех заказов, сделанных в один день, в этот, этот заказ пришел раньше всех, где-то через 2 недели, через 14 дней до Уфы из Китая. Вот. Вот. Процесс распаковки и того, как выглядит упаковка и все прочее, вы сможете ознакомиться с данным процессом в бонусной части видео, которая будет в конце. Сейчас я расскажу, как проходил. В общем, чтобы вы не теряли время, если дальнейшие детали для вас будут излишни, я вам расскажу прямо сейчас. Краткое заключение мое. О том, что из себя представляют данные наушники. Вы сейчас видите у меня их в ушах. Они сидят в ушах очень плотно. Очень добротный, качественный силиконовый кабель, который поначалу кажется, что он постоянно скручивается, но на самом деле, когда он свешивается, он выпрямляется. Просто у него изначально, видимо, форма такая или что? Он прямую форму обретает только тогда, когда он свешивается. В ближайшем положении он, да, он скручивается. Встроенный микрофон с очень тугими кнопками, с достаточно, с довольно-таки тугими кнопками, имеет функцию мультиуправления. То есть, одна мультифункциональная кнопка, ну и громкости, соответственно, плюс, плюс и минус. Мультифункциональная кнопка. Если вы, например, слушаете музыку, одним нажатием этой кнопки вы устанавливаете воспроизведение. Но если вы дважды нажмете эту кнопку, мультифункциональную, быстро нажмете дважды, во время воспроизведения у вас проигрывание перейдет на следующий трек. Три быстрых нажатия, переход на предыдущий трек. Но, когда я вчера эту функцию испытывал, у меня этого сделать не получилось. Может, получится у вас. Если получится, обязательно об этом расскажите в комментариях. Дальше, дальше, дальше. Мы расскажем вам про, собственно, клипсы я покупал отдельно. Она идет без прищепки. Очень удобная вещь. Можно прицепить к одежде, чтобы провод не болтался и наушники не оказывали весовой воздействия. Не свешивались. Но, в принципе, в этом даже нет необходимости. Блицвольф как-то учли анатомические особенности уха так, чтобы наушники располагались в ухе очень плотно. Я вот тяну за кабель, наушники вообще даже не собираются из оттуда вылазить. Сидят очень плотно в ухе. Вот. Что дальше? В принципе, мое краткое заключение. Наушники реально того стоят. Я уверен на более чем 100%, что за аналогичную стоимость, аналогичные комплектации, аналогичного уровня звучания наушники вы на территории СНГ и России не найдете точно. Наушники однозначно стоят своих денег. Возможно, есть аналоги дешевле. Но по моему опыту приобретения наушников, я вам так скажу, даже полноразмерные наушники, даже наушники примерно той же ценовой категории других брендов у нас в России, такое качество звучания, такое качество сборки, такой уровень комплектации, такой уровень внимания к потребности клиента не дадут вам точно. Однозначно стоит заказывать, если вы хотите получить, как бы сделать первый шаг в сторону такого Hi-Res Audio, в сторону высококачественного звучания, в сторону, чтобы познакомиться с тем, что такое детальное звучание. Одна важная ремарка, данный конкретный отзыв основан на звучании музыки, в основном я слушал музыку, разного формата, начиная от Last Last, заканчивая, ну, всем известным старым Dobby mp3. Также есть формат WAV, то есть формат аудио вообще без сжатия какого-либо. Что... А, важная ремарка. Музыку на данный момент времени я слушал через Galaxy A3 2016. Среди людей, знакомых с данной моделью смартфона, известно, что данный смартфон не обладает какой-то особенной, прямо уникальной качестве звучания. Опишу кратко, как я это вижу, основываясь на опыте прослушивания в разных наушниках. Звук такой очень синтетический, звук очень ненатуральный, но с хорошими акцентами на низких и средних частотах. Он неплохо качает, однозначно, Samsung Country, но нет такой кристальности и частоты звучания. То есть на нём можно послушать рэпчик, на нём можно послушать дабстеп. Ну, если именно вас интересует акцент на каких-то низких частотах, типа баса, типа там подобных. Если вы хотите послушать пианино, арфу, классику, скрипку, там, виолончель, что-то натуральное, что-то естественное, или уловить какие-то нотки, детали, голоса, это однозначно не ваш вариант. Вам нужен как минимум Apple, 4s, 5s и так далее. Возможно, какие-то варианты решения в виде MP3-плееров. Но если говорить конкретно об MP3-плеерах, то не могу вам ничего сказать. Я музыку с MP3-плееров не слушал очень давно. Вот, намереваюсь приобрести в скором времени, чтобы разгрузить мой основной смартфон с такой тяжкой, трубной, обребенительной для него задачей, как воспроизведение музыки. Вот, покупка однозначно того стоит. Теперь, более детально, углубимся в характеристики того, что я успел услышать за это время. Слушал я совершенно разные жанры. Очень много различных жанров. Предыдущий опыт, если вас интересует, это, раньше я слушал наушники Sony стоимостью до 1000 рублей, Sennheiser HD 180. На данный момент я использую полноразмерные наушники производства фирмы COS, модели UR-20. Были Philips'ы, около 500 рублей стоимостью. И фирменные наушники, абсолютно никчёмные наушники фирмы Samsung, которые шли в комплектации Galaxy A3 2016. На чём слушал? Был в Galaxy J1, iPhone 4, 5S, Asus Zenfone 4 и на данный момент Galaxy A3. Ну и также на различных компьютерах, ноутбуках и тому подобное. Прослушал я разные совершенно жанры. А, да. Если брать те модели, которые я сейчас озвучил, самую такую удачную комбинацию. А, был ещё iPhone 6. Если брать самую удачную пару, я бы сказал, что это Blitzwolf на данный момент и Galaxy A3. Но, когда мои руки доберутся до iPhone A4s или 5s, возможно, шестёрки, то я более чем уверен, что моё мнение изменится в сторону продукции Apple. Потому что, ну, мои уши по большей части за детальность звучания, именно за его, знаете, природную и естественную красоту и вот эту вот такую кристальность звучания, чтобы вот акцент на высоких частотах, именно на качественных высоких частотах, без синтетической обработки в виде эквалайзеров, всяких улучшайзеров и тому подобное. Слушал разные жанры. Начинаю от рока, дабстепа, электро, не стал слушать классику, потому что, ну, как я уже говорил, уровень обработки таких деталей очень низкий на продукции Samsung. Поэтому не стал мучить свои уши такими вещами. Ну, как и фолковые композиции, что у нас тут еще есть? Блюз. Современные такие топовые треки, которые крутят сейчас на чертах. Нью-метал, рэп, хип-хоп. Что у нас тут еще интересненького? Рэггетон. Ну, собственно, некоторые саундтреки из фильмов. Много всякого разного. Тут, начиная от частоты дискретизации, дискретизацией 192, заканчивая частотой дискретизацией 1411. Вот. Сделал какие-то ремарки, касающиеся качества звучания. Во-первых, шумоподавление. В этих наустиках заявлено шумоподавление. То, что есть технология такая, шумоподавление. Должно сказать, она на очень высоком уровне. Я, прослушивая какие-то композиции на средней громкости на том же Samsung Galaxy A3, не слушал вообще ничего вокруг, кроме собственного голоса, если я что-то говорил. Какие-то шумы, которые идут непосредственно от провода, их тоже слышно. И ничего вокруг больше вообще не слышно. Совершенно ничего не слышно. А шумоподавление прямо очень хорошее, очень добротное. Также, когда гулял на улице, тоже машины, ветер. Она подавляет вообще всё, кроме того, что идёт непосредственно вам в уши. Звучание не производит впечатление такое, будто звук идёт вам прямо в ухо или, вслышать его непростительно ухом. Складывается впечатление, будто звук играет где-то внутри головы. Он как будто бы пространственный такой, объёмный. Даже с таким дерьмом, как Galaxy A3016 в плане звучания, однозначно в плане звучания, Blitz-Wolf умудряется выжимать из него максимум того, что в нём есть. В плане увеличения громкости, списывая, конечно, на... Ну, опять-таки, особенности A3. При увеличении громкости всё-таки искажения есть. Может, это какие-то мои слуховые особенности, но какие-то искажения звука всё равно происходят. Но они не такие синтетические, как бы шипения или какие-то царапины в звуке. Просто, ну, как-то вот слух не увавливает. Либо, опять-таки, аппарат не может дать достаточно такой качественный звук. Обладают очень неплохой атакой и очень классно качают. Действительно. У них может не такой зверский прямо бас, но, если что, его можно изменить в настройках эквалайзера, если прямо очень надо. Атака и кач у них очень чистый, очень натуральный и очень детальный. Он очень хорошо вылавливается во всех его аспектах проявления. Детальность звучания, скорее всего, очень классная. Почему я так говорю? Потому что здесь, опять-таки, палки в колеса нам вставляют особенности звучания аппарата А3. Но, учитывая даже это, наушники умудряются выжимать такие детали из некоторых треков, которые я привык слушать, которых я не слышал ни на одних наушниках прежде. Он раскрывает звучание совершенно по-новому. Примерно что-то очень похожее я раньше слышал на Nokia Express Music модели 53-28. Какие-то такие детали, какие-то такие нотки он тоже выдавал раньше. Итак, поехали дальше. Про объемность и живое звучание я уже говорил. очень классный объемный звук я кстати забыл уточнить. Он выдает пространственный звук очень четко ощущается из какого конкретно места. То есть вы во время прослушивания например какой-то классической композиции вы видите картину звучания. То есть вы понимаете откуда поступает звук скрипки, откуда поступает звук виолончели, откуда идут барабаны я не знаю откуда какой конкретный звук например рок композиции вы четко слышите здесь электрогитарист здесь бас гитарист барабанщик где-то примерно прямо за вами стоит вокалист он тут здесь тут там то здесь тут там вы не просто слышите стерео то что с разных каналов вступает звук вы четко понимаете кто из них где находится четко понимаете какой откуда звук к вам поступает такие детали звука проявляются что слышно как играющий музыкант на аккордеоне слышно как он пальцами давит на кнопки эти щелчки от нажатия кнопок четко слышно слышно как гитарист например либо медиатором вот эти щелчки медиатора звук удара об струн его слышно он передает просто максимум возможных деталей мне кажется в тандеме с очень качественными с очень качественным цифроаналоговым преобразователем ну если брать в целом с нормальным плеером мне кажется потенциал этих наушников очень наушников очень велик при их стоимости вот удобное управление да упаковка вы увидите в разделе в бонусном разделе где я записал для вас распаковку это честно я я был в шоке блин я вообще не думал что за 900 рублей можно вообще такое получить тарата 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 так вы все потенты рассказывал если слушать рок то вы слушаете гейн именно таким каким его можно услышать из качественного комбоусилителя то есть вы подключили гитару через jack 635 к этому к усилителю или комбоусилителю и тот звук вот этот вот который он выдает при чистом звучании и вы его слушаете именно таким без обработки просто в наушниках которые у меня были раньше он слушался каким-то синтетическим искаженным неестественным а тут он передается настолько детально что вы прямо реально чувствуете что гитарист играет реально с комбарем или с этой системой усилителей преобразователей звука как будто как будто вы слушаете его вот рядом как будто он прямо рядом с вами стоит и играет и это опять-таки А3 да очень много треков мне открылись по-новому из тех которые я привык слушать очень много новых особенностей новых каких-то тонкостей каких-то новых деталей в звучании композиции очень многие композиции меня просто раскалюсь по-новому очень большая глубина обработки звука они отлично передают голос то есть то есть когда идет какое-то чистое пение но это при том А3 это на А3 мы все еще говорим про Galaxy A3 потому что еще не успел на чем-то другом его протестировать звучание голоса просто замечательное оно тоже детальное тоже насыщенное но на других аппаратах я уверен оно намного детальнее намного сочнее намного лучше то есть можно еще больше удовольствия еще больше погружения вот это в глубину звучания можно получить это как сравнивать вот эти вот наушники которые у меня сейчас есть которые у меня были это как просто смотреть на какую-то текстуру на какой-то материал через лупу а потом ты уберешь в руки микроскоп и понимаешь что то что ты видел ты видел поверхность а сейчас ты видишь прямо в тончайших деталях все прямо чуть ли не в молекулах как это все выглядит ты начинаешь видеть вообще звук совершенно иначе когда у тебя оборудование более качественное вот в целом я кажется рассказал все что хотел к сожалению видео не на рекламной основе просто дал я себе такое обещание что как только эти наушники попадут ко мне вот в эти ручки что я вместо обычного отзыва покупателя я напишу видео вот далее специально для вас бонусный раздел это распаковка то как я распаковывал посылку которую я носил с собой целый день который у меня прямо руки чесались открыть в течение всего этого времени все-таки сдержался ради вас чтобы вы увидели этот процесс воочию во всех деталях именно таким каким он был вот благодарю что вы уделили внимание всем пока рекомендую покупки однозначно качество первых хрс наушников это сто процентов не не поналейте так 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok